Друзья, день добрый, с вами я, Даня, и с вами Дмитрий. Здорово-здорово. И добро пожаловать сегодня в новое шоу. Блогеры на кухне. Как это работает? У нас есть орел и у нас есть решка. Что у нас происходит дальше? Мы ее подбрасываем, и кому выпадет орел? Получает либо безграничный бюджет, либо ограниченный бюджет 200 рублей. И, исходя из этого бюджета, мы готовим сегодня... Шаурмо. Вкусную, искристую, игристую. Смотри, что получится. Мы ни разу не готовили. Бюджет какой-то будет с 200 рублей. Не знаю, получится ли в Москве приготовить шаурму за 200 рублей или нет. Мы это проверим. Но повезло тому, у кого будет безграничный бюджет. В общем, бросаем монетку. Орел. Решка. Где-то я такое слышал. Решка, я выиграл. У меня безграничный бюджет. У меня для меня хорошие новости для вас. У меня бюджет 210 рублей. Мне выпал, а не орел, а ему выпала решка. Он ставил на решку, ему выпала решка. Димон получает безграничный бюджет. Я получаю бюджет в 200 рублей. В 210 рублей. 10 рублей у меня вот и есть. А давай, если мы на 200 рублей договорились. Надо. У меня есть бюджет 200 рублей. Мы, короче, идем по-разному. Он, ты, сынок, в свой магазин. Я иду в свой магазин. По итогу мы встречаемся на квартире и показываем, что купили. Мы из-за того же готовим шаурму. Потом приглашаем гостей. И чек будет обязательно. Сколько мы купили. Да, поехали закупаться. Погнали. Иди ты в жопу просто. 200 рублей себе и оставь. Я хотел безграничный бюджет. Мы пришли в не самый бюджетный магазин, но я попытаюсь на 200 рублей закупиться здесь. Посмотрим, получится мне это сделать или нет. Но в любом случае, чек вы увидите, он будет у вас на руках. Димону, конечно, повезло побольше. Безграничный бюджет. Какое-то удовольствие. Я хотел безграничный бюджет. Когда у нас еще в какой магазин поехал, что он купит? Подпиши в комментариях предположения свои. Я выбрал Ашан. Наверное, Квантумет, когда ходил и думал, я, кстати, не знаю, куда он поехал, он думал, что я пойду в какую-нибудь азбуку вкуса. Но там я смог купить какую-нибудь мраморную говядину или что-то еще. А я это делать тупо не умею. Поэтому я выбрал куриное филе. Это делать тоже не умею, но посмотрим. Я думаю, это получится куда интереснее. Первое, с чего начнем, я вижу хлебное дело. Это значит, что лавашек. Лавашек должен быть армянский. Хочу, поэтому идем искать армянский лаваш. Так, 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 вот у нас лаваши. Экономить, я думаю, мы не будем. Возьмем хороший лаваш, армянский. Возьмем сразу два, потому что, ну, два лучше, чем один. Так, ну что, давайте пойдем по ходу и посмотрим, что мы возьмем следующее. У меня в голове уже есть рецепт. Я не знаю, как я это буду готовить, но я знаю, из чего это будет. Лаваш, лаваш, элитный. О, лаваш элитный. Давай уже что, шиковать. За 53 рубля возьмем лаваш элитный. Смотрите, как он красиво выглядит. Стоит он 50, 52 рубля. Есть вообще вариант купить просто сосисок каких-нибудь. Эти сосисок накидать, и вообще будет неплохо. Этот Димон там, наверное, какую-нибудь утку по-пекински возьмет себе. Ребятки, чтобы наша шавушенька оказалась еще вкуснее, я решил взять картофель по-деревенски. Это не запрещено. Я его не буду готовить сам, потому что руки крюки. Но я возьму уже готовый, и я думаю, это будет тоже вкусно. Можно, пожалуйста, 400 грамм картофеля по-деревенски с собой? Да, да, да. Я пришел в мясное дело, и я понимаю, что это будет сделать нереально, потому что мясо стоит по 270, по 250 рублей. Блин, нам, может быть, на развес какие-то ножки куриные, филе, что-то, не знаю, такое, что будет стоить рублей 50. 50 грамм мяса просить на развес, это вообще стрёмно, так капец. Ну а что поделать? Ничего не поделаешь. А куриное филе, пожалуйста, 50 грамм. Не режется. Не режется столько, а сколько режется? А целиком, а целиком это сколько будет стоить? Конкретно интересует бюджет. 41 рубль? Давайте, отлично. Так, ребята, ну и раз мы попали в отдел овощей, нам нужно выбрать овощи. Так, ребятки, я заплатил за огурцы 51 рубль, за картошку я отдал 84, и лаваш стоил по 47 рублей, я взял 2 штучки. Теперь мы идем за помидорками. Что главное в помидорках, чтобы были не мягкие, а вот тверденькие, вкусненькие. Ух, пойдем выбирать. Вот эти мы возьмем помидорки. Они выглядят самыми симпатичными среди всех. Томаты на ветке вышли у нас в 100 рублей. Неплохо, я считаю, неплохо. Ну, по-хорошему нам, конечно же, найти нужно мясо. Но, как я понял, мяса на развес здесь нет, поэтому мы сейчас для начала найдем приправы. Корейская морковка нужна. Корейская морковка, помидоры, возьмем, может, картошку одну возьмем, отварим еще или пожарим ее. Я специфику выбрал своего блюда, у меня будет острая шаурма, по-любому понравится всем. 117 рублей мы потратили. Итого нужно еще что-то взять. Уже неплохо. Уже есть лаваш, есть мясо и есть корейская морковка. Майонез бы найти дешевый, было бы вообще классно. Я нашел майонез за 19 рублей. А смотри, какой он прелестный. Возьмем два майонеза по 19 рублей. Мне бы по-хорошему капусту на развес, половинку пополам капусту разделить и взять ее. Было бы вообще отлично. Пойдем смотреть, что здесь есть. 69 рублей картофель за килограмм. То есть, если сейчас, грубо говоря, мы возьмем одну картошку, одной картошки в шевуху не хватит. Берем один помидор, пойдем спросим, сколько он стоит. Нет, давай самый красивый выберем, самый мягкий. Давай два помидора возьмем на всякий случай. Все, два помидора есть? Пойдем взвешивать. А можешь сначала узнать, сколько они стоят? Пожалуйста. Смотрим, сколько это будет. 7 рублей, 8 копей. Можно один помидор оставить только? Только один помидор? Да, один помидор, который побольше. Вот так вот укладываемся в рамки бюджета. Помидорчик 23 рубля. Есть один, прибавляем. Нам нужно купить капусту за 22 рубля. И на этом наша славная шаурма заканчивается. Помидор, капуста, корейская морковка. Я даже не знаю, есть ли здесь капуста за 22 рубля. А какая тут самая маленькая? Вот это, наверное. Придется возвращать майонез. Спасибо. Есть капуста 25 рублей. Все это стоит 190 рублей. У нас есть еще 10 рублей бюджета на покупку чего-нибудь. Пойдем найдем что-нибудь за 10 рублей. Нашел картошку. Картошка немытая 23 рубля за килограмм. Можно взять несколько картошек и обжарить ее, закинуть ее в шаурму. Шаурма должна быть вкуснее. В принципе, что еще сделать? Давай возьмем три на всякие. Нет, две возьмем. Двух картошек, думаю, хватит. Будем крайне бережно ее чистить и крайне бережно ее жарить. 7 рублей. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. Картоха 7 рублей. Здорово. Все. У меня еще даже на жвачку пару рублей осталось. Пойдем на кассу. Посмотрим, сколько будет все это вместе стоить. 191 рубль в сумме. 9 рублей, 8 рублей у нас, грубо говоря, еще осталось. Можно было зеленушки купить какой-нибудь. Но на этом все. Ребята, вот к нам сейчас подошел Квантумец. Он уже закупился. Я так понимаю, он успел прийти. И он говорит, что на квартире есть соль и перец. Но я считаю, что их использовать нельзя. А он, видимо, попался на это. Поэтому мы должны сами закупить соль, перец и все остальное. Тогда я просто сейчас закуплю себе соль и перец. У меня 9 рублей есть, если за 9 рублей... Ты за 191 рубль закупился. Да, у меня 9 рублей еще осталось. Да все, фагдали. Все, я тебя оставляю, ты иди закупайся, я тебя буду ждать. Хорошо. Берем масло, потому что, скорее всего, там не будет мясо жарить без масла. Но это только Квантумец может. Потому что масла у него тоже нет. Кетчунес. Да-да-да, ребята. Я не буду париться, не буду покупать отдельный кетчуп, отдельный майонез. Мы берем за 89 рублей сразу и кетчуп, и майонез. Дима, гений. Во! У нас филе грудки, поэтому, в принципе, по-итальянски для нежного филе подойдет. Только самое интересное, что филе грудки я еще не купил, а приправ для нее купил. Ребятки, шаурма это, конечно, хорошо, но я считаю, так как у нас будет компания, у Квантумца нет денег, то я должен взять на себя вопрос по питью, потому что, ну, как шаурму насухо, ну, вы чего? Я думаю, возьмем кока-колу без сахара. Ладно, так уж и будет, ребята. Но я им тогда тоже воспользуюсь по мере необходимости. И солью тоже. Я сэкономил бюджет себе, Дима, мне покупать соль, паприку и черный перец. Великолепно. Ладно, ладно. А купишь мне зелень еще и огурец соленый и все? Нет. Конечно же, по-хорошему можно было бы взять мраморного мяса, ребята, но я не умею его готовить. Поэтому оно получится, как обычный кусок курицы. Курицу, мне кажется, испортить сложнее, поэтому филе без кожи охлажденное. Посмотри. Так, давайте пройдемте по списку. У меня есть лаваш, у меня есть приправа, у меня есть для лаваша, у меня есть помидоры и огурцы. По-хорошему надо взять капусту. А, вот она, ребята. 99 рублей. Китайская капуста для салата. Ее нарезать можно в шавушечку. И она, знаете, будет так элегантно хрустеть. Это нам подходит, поэтому сейчас кладем ее в корзину и идем на кассу оплачивать. Покупочка совершена. Мы потратили 1481 рубль ради одной шаурмы. Не считаю, что много. Но вполне такая адекватная, знаете, цена. Мы закупились, у нас есть продукты, показывай, что ты купил. Давай ты первый начинай. Давай мы сейчас покажем, во-первых, две сумочки. Да. Вот он, мой пакет. У меня явно пакет поменьше. Я мамаша такая, а ты на утреннике, знаешь? И весит твой пакет явно побольше. Мой пакет... Давай сейчас найдем чеки. Пару килограмм весит. В сравнении чеки. У меня было на 1400. У меня длинный чек. У меня, ну, не хвастайся, какой у тебя чек. Мой чек длинней. Посмотри на мое, посмотри на его. Пока Димон моет руки, я открою свою капусту. Это просто жесть. Честно говоря, я никогда не готовил. Я не знаю, что из этого получится, но капусту я открыть смог. Это уже радует. Так, мясо самое трудное. Да, давай тоже тогда лучше приступлю. Начну с мяса, потому что... Ой, оно удобно, оно вырезанное. Понял? Все. Я режу мясо, смотри, пытаюсь его нарезать аккуратненько, красивенько, чтобы оно вот так вот четко выразить. У меня не получается. Я понимаю, у меня руки из не того места растут, но как-то с этим что-то нужно сделать. Я не знаю, зачем, это молоточек, я этим молоточком хочу отбить мясо. Мне кажется, если я его отобью, оно станет, его станет больше, оно станет шире. Я видел такое делать в фильмах. Я купил приправу, вот смотрите. Я кого-то кельешки открыл какие-то, запах такой вообще капец. Нет, нет, посмотри сколько приправы. Надо просто вот так вот все приправе обмотать. Это очень удобно, походу. Я правильно все сделал, что я так сделал. Я пока буду нарезать. Оно стало больше. Все, это гениальная идея. Блин, ну мне прям нравится, как мое мясо пахнет. Мне тоже нравится, как пахнет твое мясо, это странно. Ты мой враг. У нас есть мясо, посмотри. Ну в принципе, Дима, конечно, для двух шаурум хватит. Дима, пошел мыть огурец. Можно снять сексуально? Давай. Просто давай. Нравится. Сохи, ты пошлый. Дима, мне кажется, ты салат готовишь, Дима. Я ничего не хочу сказать, ты мой конкурент, но по ощущениям ты готовишь салат абсолютно. Главное, что салат будет в лаваше и называется шавухой. Все, пошла жара. Так, за спасение плюс балл мне полагается. Мясо вообще как-то... Кстати, мясо, вот жареное мясо с помидорами и огурцами прям так запахло. Мы еще голодные. У меня теперь картошка. Пока у меня жарится куриная грудка, мне нужно помыть картофель. У меня два картофеля. И почистить его. Это большая проблема. Я помню, как в детстве меня ругала бабушка за то, что я плохо чистил картошку. То есть, когда я слизал слишком много с кожурой, мякоти, мне говорят, ты что, паскуда, делаешь? Так вот, так, с мясом она так же зашкварчала. Нужно перевернуть. Мясо мое готово. Самая сложная часть пройдена. Ура! Все, картошечка готова. Теперь ее нужно каким-то образом нарезать. Так, пригорячь, надо сдернуть его с этого места. Давай, я вообще сейчас буду картошку жарить. Это сейчас вообще будет капец. Офигеть, у меня картошки много. Блин, мне кажется, у меня шаурма будет очень даже вкусная. Так. Ай! Что это было? Пока жарится у меня, значит, картошка, я хочу с капустой разобраться. Так, ну, капуста у меня чересчур много. Можно я просто картошку поем и пойду? Нет. Офигеть, картошка классная получилась. А так вообще можно было, блин? Что ты сам делаешь, она вкусная получается. Теперь я перехожу к томатам. Теперь у меня помидор. И режем помидор. Так, что я делаю? У меня есть капуста. И к этой капусте я добавляю корейскую морковку. Я надеюсь, что это вместе даст какой-то сок. И будет вообще абсолютно иной букет, выраженный вкус. Посмотрим, что из этого получится. Как тебе такой формат, вообще напиши. Потому что такого мы не снимали. Если тебе не понравится, то снимать мы это больше не будем. Потому что это очень сложно, так непонятно. И ты смеешься, наверное, сейчас. А что у тебя шаурмой? Дима! Ты что, подружечку делаешь? Дима, что случилось? Дима, он поразвисовал. А у меня картошечка почти готова. Сейчас она будет вся мягенькая. И тогда мы будем упаковывать ее в шаурм. Снимай то, что он делает просто. Дима, ну что с твоей шаурмой уроста? Ну все, Дима, ты завершил шаурму? То есть таймер для тебя остановлен. Ты все сделал? Офигенно. Это подружечки для сна. Все, шаурма готова. Все, клади ее в микроволновку, пусть она ждет гостей. Сейчас я доделаю свою шаурму. О, смотри, мой лаваш. Ну ты, кстати, лавашку поделаешь. Ну я покрасивее себе выбирал себе лаваш посветлее. Я выбрал себе самый дорогой просто. А я выбрал себе самый красивый. А он один? А почему такой большой? Вот так вот все. И теперь нам нужен майонез. Я думаю, что если нанесу как Димон соус на лаваш, то лаваш может раскиснуть. Это будет, что не есть гуд. Поэтому нужно все это дело наносить на начинку. Смотри, видишь, у меня мясо вообще удобно режется теперь. Вот, этот, кстати, твой плюс. Так, ну теперь я хочу вообще все просто максимально аккуратно сделать, чтобы как Димон не развалилось. Буду мясо закладывать. Всегда шавуха разваливается, правильно? Отстань, это не моя шавуха, моя шавуха не развалится. Не, ну посмотри, выглядит она более-менее нормально. У тебя-то да, подушка офигенная. Так, теперь картофендл. Картошечка. Блин, а это было так же. А я не помню. Слушай, а ты уже правильно не сворачиваешь. Ну я не знаю, я ее чисто логически сворачиваю, думая. А я по картинкам. У меня не лучше все урма, Димон, получилось. На превьюшечку. Смотри, значит, нам пришли гости. Это Александр. Привет, скажи. Да, Дима знаешь его и Алеша. Алеша такс, это наши бабуин Алеша. Смотрите, это шаурма. Какая вот тебе нравится шаурма больше? Вот тебе. Ну, по виду, по виду. Мне нравится, наверное, больше вот это. Потом вот лаваш, вот знаете, дороже выпить. Дороже лаваш. Нормально. Дежманс, отлично. А тебе какая нравится больше? Мне вот этот хаткраб из Half-Life. Хаткраб мне нравится больше. Но на самом деле это выглядит как питерская шаурма, которая там самая вкусная у них. Я никогда не пробовал, я просто наврал, но она просто типа выглядит больше на шаурму. Ну, что так, собираю, какую первую будем дегустировать? Хаткраба или питерскую? Давай поменьше. Которую поменьше? Поменьше. Давай. Что, давай визуально сначала оценим вообще? По визуальной составляющей, как тебе? Рассказывай. Алеша, бери себе. Давай вот поменьше возьму. Можно, во-первых. Во-вторых, я голодный, это неэффективно, но это вкусно. Вот теперь, Саня, давай ты что-то скажешь. Ну, я вижу странный выбор. Это картошка. Кто, Сударевич, кто? Я не знаю. Забейте. Чем это шаурма? Да, да. Ну, картоха вообще не лучший выбор для шаурмы. По-моему. Так, реально? Пахнет, как морковка из печалочки. Пахнет салат. Салат просто. Да, и салат очень. Ладно, я пробую. Кстати, картошка такой, знаешь, изысканный вкус. Давай, короче, нравится, вкусно? Не, ну, есть, есть, вкусно. Вкусно, вкусно, да. Так, внутри покажите. Тут просто 50% лаваша, посмотрите. В смысле? Я думал, что мясо. Я тоже думал, что там мясо. Значит, будет лаваш 50%, 60% даже. Как Мелеха. Как вы думаете, какую шавуху кто готовил? Кто готовил хед краба, как вы думаете? Лех, как ты думаешь, кто готовил хед краба? Ты. А как думаешь, кто готовил хед краба? Интима. Вы правильно угадали. Ну, типа, тут видно, что это было дороже в любом случае. Короче, я понял. И по итогу, по вкусу, за кого голосуешь? Окей, я голосую за медалиста. Вот только соус вытащил. Охренеть можно. Только соус вытащил. Сейчас уйдем, а там мясо было. Больше. Ты, короче, за хед краба голосуешь? Нет, за мелкое, за мясо было. Так, ну что, получается, есть балл за вид, внешний вид? Нет. По десятибалльной, да? Да, по десятибалльной. Так, окей. По десятибалльной, короткая, ну, она более статичная, больше похожа на шаурлу, поэтому ей десятка достается, а вот хед крабу я даю семерку за креатив. Нет, я наоборот. Я дам вот этот дешевый баллов, ну, пять. А какая дешевая, я так не понял. А? Какая дешевая? Ну, которая маленькая, дешевая. Короче, питерская, которая. Короче, я дам баллов пять, потому что лаваш, видно, супер дешевый, даже дешевле, чем у этих шаурмичных. Он дороже был, чем у тебя. Нет, он дешевле был. Много сорок рублей, а у меня 56. Ну, ладно. Короче, супер дешевый, не обжаренный. А тут вот видно, что он даже сразу обжаренный, где он подавался. Я обжаренный. Но очень по внешнему виду, по внешнему виду, если до разреза, я дам типа хед крабу 10 баллов. У медали 17, а у меня сколько ты мне дашь? Пять. У меня 15 баллов. Идем дальше. После разреза, чье больше визуально понравилось после разреза? Твоя. Твоя сколько? Нет, хед краб там немного все было. Выглядело, ну типа было мало мяса, поэтому 8. Сколько ты хед крабу дашь? 10. А ты, падла, явно мне подтираешь сегодня сильно. Он вообще, как можно давать 10 из 10? Как 10 из 10 дал хед крабу? Тоже там лаваш внутри заворачивался, это был плейбейт. А по вкусу? Хорошо. По вкусу, по вкусу, что дальше? Ладно, по вкусу. Мне больше понравился хед краб. Только вот соус вытащил, честно. Только соус вытащил. Ну такая была... Жиденькая, понял? Не сухая. Сколько ставишь? Ну это сейчас 10 поставит. Он в любом случае. Я боюсь ставлю пятерку, потому что оттуда не чувствую, что у меня коронавирус. Поэтому толстый шаурмей ставлю 6, а худенький шаурмей ставлю 5,5. Ну толстый я поставлю 7, а худенький 5,5, не знаю. Все, я проиграл, Дима выиграл. Дима молодец, поздравляю Дмитрия. Его шаурма за полторы тысячи сегодня выиграла, моя за 20 проиграла. Блогеры на кухне были с вами. Это пробное шо, если вы захотите больше такого, напишите. Не захотите, вы этого больше не увидите. Увидите дрифт, который ждет у вас в эту пятницу. Дрифт на кухне вас ждет, да. Пиши в комментариях, как тебе ролик. Не забывай про лайки, подписки и комментарии. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.